Заполните магическое число 23. 23 минуты вам нужно для того, чтобы ваш мозг сосредоточился на решении конкретной задачи. Какая бы эта задача ни была, хотите вы разобраться о том, что происходит у вас в личной жизни, хотите решить какую-то профессиональную задачу или просто подготовить и выложить хороший пост в инстаграм. Вам нужно 23 минуты для того, чтобы вы сосредоточились и ваш мозг покрутил эту информацию. 23 минуты, когда вы не заглядываете в свой телефон, не смотрите почту, не слушайте музыку, когда вы полностью погружены в вопрос, который для вас важен. В противном случае он просто не может справиться с ситуацией. Фишка в том, что наш мозг или потребляет информацию и действует на автоматизмах, или думает. Мы должны дать своему мозгу время для того, чтобы он начал думать, поэтому мы должны практиковать информационную аскезу. О том, как это делать, я буду рассказывать, и первый лайфхак будет в этом посту. Читайте. Мозг и сон — две важные вещи, которые я хотел рассказать. Во-первых, сейчас все мучаются от бессонницы, и это не случайно. Больше 37% людей засыпают вместе с телефоном. Телефон дает излучение, свет, и это тот свет, который мешает вам заснуть и вводит ваши нервные клеточки в состояние, когда они спать не хотят, не говоря уже о контенте, который вы там наблюдаете. Явно не то, что нужно посмотреть перед сном. Вторая важная вещь — мозг нужно ночью использовать. Ночью он должен думать о вещах, которые для вас по-настоящему важны. Он продолжает работать, даже если вы спите. Поэтому замените телефон на книжку. Почитайте немножко книжки. Она позволит вам хорошо уснуть, и факты, которые загрузятся вам в голову, станут частью обрабатываемого материала, и, возможно, вы станете умнее за эту ночь. 46% бодрствования вы проводите в состоянии умственной жвачки. Вы переходите с одной темы на другую по системе ассоциаций, вспоминаете о том, о другом, о третьем, и ваши мысли кружатся, кружатся, кружатся. Что с этим сделать? Это, согласитесь, не самое эффективное использование ресурсов вашего мозга. Прежде всего, потратите время для того, чтобы выписать те мысли, к которым вы постоянно возвращаетесь. Составьте список умственной жвачки. После этого вам нужно будет разделить эти мысли на три группы. Первая — это те мысли, которые касаются каких-то дел, которые вы должны сделать. Найдите место в графике и запишите в график. Вторая — вы должны определить те мысли, которые являются бессмысленными. Сколько бы вы об этом не думали, это не поменяется. Если погода плохая, то она будет плохой. И третья — это мысли, которые вы должны додумать. Это самые важные мысли, которым нужно заняться, и более подробную инструкцию вы прочтете в чертогах разума. В Академии смысла на второй ступени, которая называется чертоги разума, мы осваиваем очень важную технологию. Она называется факт-карты. Задача факт-карты состоит в том, чтобы дать нашему мозгу возможность удерживать сразу много интеллектуальных объектов при принятии решений. Обычно наше сознание использует только три аспекта ситуации, три элемента, и наши решения оказываются недостаточно хорошими, потому что мы не учитываем все палитры фактов, которые имеют отношение к делу. И вот если вы поучитесь и почитаете чертоги разума, научитесь создавать факт-карты, в которых вы действительно учитываете большой комплекс элементов, относящихся к вашей проблеме, то ваше решение будет значительно лучше. Не торопитесь, подумайте, помогайте себе с помощью специальных дополнительных инструментов. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова